Мы с вами назначили встречу на таком достаточно колоритном месте. Расскажите, пожалуйста, о нем и о том, почему мы его выбрали именно для этого разговора. Ну, да, Кьев, наверное, тоже очень известное место. Это Рюйтель-8, это старая часть города. Это здание бывшего детского сада. Когда-то здесь было достаточно большое количество пользователей. Последним здесь размещались российское консульство. После этого здание пустовало. И в 2010 году был заключен договор на установление права застройки на это здание. Фирма, которая заключила договор, фирма Euroexpert Group. Обязательством, которым они обещали выполнить, это строительство общежития. Общая сумма инвестиций планировалась у них в размере 660 тысяч евро. Исполнение обязательств было разделено на три этапа. Первый этап – это составление детальной планировки. Данного участка. Второй этап – это составление строительного проекта. И третий этап – это непосредственно само строительство. Не могу сказать, что эти инвесторы конкретно здесь не выполняли свои обязательства. Потому что они, да, они заказали детальную планировку, инициировали этого участка. Более того, в 2016 году они даже получили уже разрешение на снос существующего строения. Но я думаю, они просто, конечно, во-первых, не учли реалии того, что это старый город. Здесь есть определенные ограничения. Не так все просто. Та же самая детальная планировка. Она должна быть согласована с общей планировкой старого города. Плюс, конечно, наверное, они совсем, ну, не могу сказать, не рассчитали свои финансовые возможности. Но здесь еще наложились, думаю, какие-то экономические кризисы и так далее. Почему бы выбран этот объект в качестве примера для сегодняшнего репортажа? Я думаю, что это хороший пример как раз того, что инвестор, предприниматель реально смог оценить свои возможности, смог оценить реальную ситуацию. И добровольно сам предложил городу прекратить договор на право застройки по соглашению сторон без взаимных требований друг к другу. Поэтому я считаю, что это как раз вот тот самый случай, когда не стоит переоценивать свои силы, а вовремя лучше с городом пойти на компромисс и решение такой проблемы. Вам известны какие-то планы относительно этого здания и этого участка? Первонаперво, конечно, поскольку это здание уже в том виде, в каком оно есть, и оно долго находится в таком состоянии, использовать уже невозможно, чисто технически, то, конечно, сейчас у города в приоритете его снести. Есть возможность получить субсидию от государства на снос тех строений, которые в городе портят вид и так далее. Поэтому сейчас, конечно, в планах после того, как мы оформим интериальную сделку уже по возврату этой недвижимости городу, то тогда мы представим ходатайство государства о том, чтобы получить субсидии. Там размер финансирования 90% от объема работ. Поэтому мы надеемся, первонаперво, это привести участок в порядок, а дальше, в общем-то, район очень хороший, развивающийся. Чтобы и дальше у города использовать, оставить этот участок за собой, либо выставить его на торги, если будет действительно хороший инвестор для развития. Пока нет таких определенных планов. Первонаперво, это привести город в порядок, вернее, этот участок в порядок, как часть города.